МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только выбравшись в горы, гидрологи и МЧС смогли сделать прогноз на предстоящий паводок. Реки будут весной полноводнее обычного. Абакан представляет новый генеральный план застройки. Развиваться придется в стесненных условиях. Частный сектор ждут нелегкие времена. Соседи не захотели делиться землей. Зачем мы будем территорию отдавать? Мы тоже должны развиваться. Антимонопольная служба добралась даже до жителей отдаленной деревни, где визиту сотрудников службы оказались рады и теперь ждут в следующий раз. В декларации о доходах чиновников население уже не верит еще неопубликованным данным. Эту веру чиновникам-то? Почему? Да потому что... Здравствуйте! В эфире программа Вести, Хакасия, события недели в студии Алексей Гончаренко. На этой неделе гидрологи дали ответ, какой примерно будет паводковая ситуация и может ли она стать угрожающей для населенных пунктов по руслу реки Абакан. Информация получена в Верховьях Абакана путем авиаснегосъемки. Специалисты регионального управления МЧС и гидромедцентра совершили облет горной местности и сделали замеры толщины и плотности снежного покрова в семи точках на разных высотах. Эта процедура крайне важна. По данным такой разведки, оценив запасы влаги в скопившихся объемах снега, специалисты могут сказать, какой объем воды попадет в реку и насколько полноводным будет Абакан в период ледохода. Максимальные уровни весеннего половодия прогнозируемые чуть выше нормы, среди многолетних значений, примерно на 20 сантиметров. Но при интенсивном выпадении осадков максимальные уровни могут превысить на полметра, на метр. Пока погодные условия для безопасного прохождения паводка в республике благоприятны. Нет резкого потепления, а ночами прохладно. На этой неделе температура опускалась до минус 13, и так будет продолжаться еще некоторое время. А аграрии, невзирая на такую погоду, приступили к посевной. По крайней мере, сельхозпредприятие «Овцевод». Там отважились на эксперимент. Правда, высевают не зерновые культуры, а кормовую, донник. Она дает урожай на второй год после посева, а «Овцевод» за счет ранних сроков полевых работ большие объемы кормовой массы планируют собрать уже в этом году. Впрочем, на эту идею должна сработать погода своевременными осадками и теплом. Иначе семена могут лежать в земле долго, без всходов. Думаю, что мы не занимаемся дурной работой. Я думаю, что будет результат. Поэтому в августе месяце вас приглашу посмотреть уже результат. Такой метод рассказывают на предприятии не новый, а хорошо забытый старый. Плюс ко всему, донник считается отличным удобрением и улучшает плодородное качество почвы. Покупка семян, многолетних трав даже субсидируется, потому что минеральные удобрения, в разы поднявшись в цене, стали для многих недоступны. Сегодня у нас в гостях министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Иван Эрвинович Вагнер на повестке дня «Вопросы посевной компании». Иван Эрвинович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот и все же первый вопрос не по посевной, а вот как перезимовали? В целом нам удалось сохранить поголовье всех видов скота, за исключением свиноводства, потому что фермеры у Сибаканского района, в большинстве своем, которые небольшие хозяйства, из-за отсутствия кормов сократили свое поголовье. Но, тем не менее, общее поголовье мы сохранили, продуктивность всех видов животных сохранили, и даже по ряду хозяйств у нас есть серьезные превышения к уровню прошлого года. И вот ГСМ, как правило, весной встает этот вопрос, вот он так и остается проблемой, или становятся еще большие проблемы, и может быть цена у вас есть прогнозы? Стоимость горюче-смазочных материалов, как и запасных частей, как и новой техники, она всегда беспокоит работников сельского хозяйства, потому что рост цен на все эти составляющие идет независимо от наших желаний, и, к сожалению, он шагает гораздо более быстрыми темпами, чем цена на нашу продукцию. Поэтому это всегда болезненный вопрос для нас, а стоимость ГСМ – это особенно болезненно. С этого года он становится просто для ряда хозяйств тяжелоподъемным, потому что все эти годы, вот предыдущие четыре года, мы пользовались льготным горючим, цену на которую установлено правительство Российской Федерации. С этого года в рамках вступления вот этого эта поддержка исключена. Вместо нее введена поддержка, так называемая несвязанная поддержка, на один гектар пассивных площадей. Но если вот в суммарном выражении разделить на один гектар пассивных площадей, то на республику приходится примерно 200 рублей на один гектар. Тогда как в Европе эта поддержка для сельхозпроизводителей составляет 200 евро, то есть в 40 раз больше. Поэтому, понятно, мы в этих условиях не совсем равны. И учитывая, что и мы в республике знали, что такая ситуация будет, мы все-таки на этот год страховочный вариант все-таки у себя приняли. Мы ввели новую субсидию в этом году, это возмещение части затрат на стоимость горюче-смазочных материалов, 30 миллионов рублей. И ввели также субсидию из республиканского бюджета на поддержку вот одного гектара, это порядка 155 рублей. И в целом, конечно, мы не достигнем того разрыва, потому что в прошлом году льготное топливо стоило 17 рублей, в этом году топливо для хозяйства стоит 28 рублей. Цена очень ощутимо выше, и все это, естественно, ляжет и на финансовую нагрузку, на себестоимость продукции, которую сельское хозяйство производит. Это не только отразится на растеневодстве, этот рикошетом пройдет и на животноводство в том числе. Проблема минеральных удобрений, она, по-моему, обострилась в прошлом году, там существенно цены выросли, по-моему, на эти удобрения, и республика нашла выход в седеральных парах. За последние пять лет некоторые сорта удобрений, виды удобрений подорожали в три-четыре раза. И мы зачастую в многих хозяйствах проводим весенние полевые работы, посев без удобрения, а это урожайность 10-12 сантиметров максимально при любом отношении к земле. С удобрениями республика наша может свободно получать до 25 сантиметров. Вот он, как бы, результат наглядный. Вот что касается биологизации земледелия, то есть седеральных паров, мы не первые в России в этом плане, мы серьезно изучали опыт других регионов и пришли к пониманию, что этот метод, он наименее затратный и позволит любому хозяйству заниматься этим направлением деятельности. И тем более, что мы ввели поддержку уже в прошлом году, мы выплачивали субсидии на седеральные пары, эта практика у нас будет продолжаться и далее. И мы видим, и за прошлый год видели результаты уже этой работы, что урожайность на седеральных парах без внесения удобрений, она существенно была выше, нежели просто посеять без удобрений. Поэтому это направление работы, оно становится одной из важных, и мы его будем развивать и дальше. Много ли растительных каналов в республике сохранилось в советское время и планируется их восстанавливать? Потому что вот я к тому, что прошлый год показал, что это необходимость. У нас есть отдельная программа, которую мы в прошлом году успешно защитили Министерство Сельско-Российской Федерации. В прошлый год мы впервые за много-много лет получили прямую поддержку с федерального бюджета 10 миллионов на субсидирование хозяйств для приведения в соответствии этих поливных земель и приобретения поливочного оборудования. Серьезная программа у нас на этот год. Хотя я должен сказать, что финансовых ресурсов для восстановления тех площадей, которые можно восстановить, это очень большие деньги. Поэтому не все наши желания никогда. Это десятки миллионов рублей, которые неподъемны для хозяйства. Спасенная во многих хозяйствах началась или только в овцеводе? И вот у них там вот этот, я не знаю, как эксперимент его назвать, вот они так рано высеивают. Эксперимент может быть удачный. Мы вступаем в этом году в весеннюю полевую кампанию с запасом влаги даже несколько превышающим, чем это было в прошлом году. Прогноз апреля месяца достаточно оптимистичный. То есть при наличии теплой погоды конец апреля-мая месяца все это может серьезно выстрелить. И уже в этом году они могут получить первый урожай. Иван Ильич, спасибо, что пришли. Будем надеяться, что весенние труды не будут напрасными. На тему весенних полевых работ мы говорили с министром сельского хозяйства и продовольствием Хакасии Иваном Вагнером. На этой неделе обозначились перспективы развития, а если точнее, то застройки Абакана на ближайшие 20 лет. Архитектура представила новый генплан. Стало ясно, что город будет развиваться в стесненных условиях. Границы муниципалитета, как на то рассчитывали в администрации, не изменились. Частный сектор ждут нелегкие времена. Выражаясь административным языком, эту часть города ждет реконструкция. Говоря по-простому, дома будут сносить и на их месте строить многоэтажные здания. Прогнозируется рост численности населения, чего не было раньше. Главный архитектор города Светлана Крылова говорит о вещах, которые, кажется, противоречат вроде бы очевидному. Ведь население в Абакане все последние годы визуально прибавлялось. Подтверждение тому новые микрорайоны многоэтажной застройки. И жилье на расхват, и еще в дефиците. Оказывается, нет. В последние пять лет численность стабилизировалась, а до этого снижалась ежегодно. Мы брали статистику за 10 лет с 2000 по 2009 к разработке нового генерального плана. И там до практически 2007 года шел спад 166 тысяч населения, 165, 164 и только 163 тысячи в 2007 году остановилось. И стал влюбиваться небольшой рост. Десятки новых домов многоэтажной застройки. По пути в аэропорт возник целый микрорайон. Но это показатель не демографического роста, а меняющегося качества жизни жителей города. Мы застроили такой большой район, а численность населения не увеличилась. Получается, что, может быть, улучшали условия люди, приобретая жилье. Теперь же прогнозируемый прирост населения на ближайшие 20 лет 5%. Это примерно 10 тысяч человек относительно сегодняшней численности. Но в городе не так много свободных мест под многоэтажную застройку. Небольшая часть в одном микрорайоне, в другом и все. В администрации надеялись на территорию за Северной дамбой, место поймы Красноярского водохранилища. Но это территория Усть-Абаканского района. Договориться не удалось. Зачем мы будем территорию-то отдавать? Мы тоже должны развиваться. Наше поселение у нас получается, мы в пасынках-то ходить тоже неинтересно. Если бы территория отошла Абакану, здесь развернулся бы большой микрорайон. Это территориально, конечно, большой участок, около 500 гектар. Но из него бы частично ушло на создание также дамб, дренажных каналов. Тем не менее, это достаточно большая территория. По объему, как вот наш первый жилой район, можно было освоить на территории водохранилища. Презентация генплана как день открытых дверей для всех желающих. Однако пришли всего три человека и ушли под впечатлением, насколько мало места в Абакане под застройку и насколько много его вокруг. До меня удивило, что у нас территория города практически закончена. То есть город, скажем так, поставлен в жесткие рамки. И дальнейшее развитие происходит в этих рамках. Глядя на то, что у нас столько ничем не занятых земель вокруг города, это, конечно, большой вопрос оставляет. В создавшихся условиях город вынужден использовать внутренний резерв. А это значит частный сектор. В центральной части города, который предполагается для перспективной многоэтажной застройки, будут выкупаться застройщиками участки и на этом месте разрабатываться необходимые документы градостроительные. Частный сектор останется частным с южной стороны железной дороги. Район Космоса и Гавани. Под усадебную застройку еще есть места в девятом и десятом жилых районах. А с увеличением плотности населения в центральной части города можно прогнозировать рост транспортных потоков. Вероятно, пробки на дорогах станут плотнее. Но генеральным планом предусматривается реконструкция дорожной сети, в которой объездной дамбе отведут роль кольцевой автодороги. Транспортная схема предполагает развитие, конечно, и расширение городских магистралей, расширение, укрепление дамбы, которая должна и в частности выполнять функции такой окружной магистральной дороги. Генеральный план разрабатывается сроком до 2035 года. За это время в городе планируют построить примерно 12 детских садов, 6 школ, больницы и поликлиники в разных микрорайонах, где именно могут высказаться и горожане. Общественные слушания намечены на 16 апреля. Сегодня в нашей рубрике «Я помню, я горжусь» историей военных лет Великой Отечественной в рассказах двух человек. Сергей Сипкин и Анна Алехина говорят не о себе, а о своих родных, отдавших жизни за победу весной 45-го. Я не то чтобы горжусь, я просто живу теми моими дядьками, которые у меня погибли. Да, призваны были три человека из моих дядек. Вот Михаил, он младший из них, Леонид, Николай. Николай, он был первым призван, еще до Великой Отечественной войны был призван, на Финскую войну угодил. И после Финской войны он остался в армии. То есть он как бы кадровым военным был, да, когда война началась, и он служил под Ленинградом. Ну и потом вот где-то вот этим свебалтийским фронтом шел до конца. Где закончил войну? Ну, этого он мне не рассказывал. Он мне рассказывал более страшные вещи. Я, Коля, выжил. Ну вот, награжден был несколькими орденами. Точно была красная звезда, я это помню. Леонид служил там же, недалеко. Вот где-то они даже соприкасались с Николаем, он позже был призван. Леонид погиб от разрыва мины нашей, то есть он в минометном расчете был. Михаил, он был трактористом, соответственно, был танкистом, и погиб под Сталинградом, горел в танке. То есть, поэтому, когда говорят, прошли фронт, прошел один, призвано трое. У меня другой был, брат у него отца, мой дядь, соответственно. Тот героически сражался. Он мне рассказывал о том, что тоже где-то под Ленинградом, ну, видимо, с такой, с внешней стороны воевал на болоте. Мы ничего понять не можем. Вдруг лица почернели, руки почему-то черные. Потом пришел рассвет, и оказалось, что там просто все кровью залит. То есть, в бою. Жестокая правда. Мне рассказывали. Я совсем не знала своего прадедушку, Алехина Петра Порфирьевича. По крупинкам наша семья собирала информацию и восстанавливала ту историю, в которой он жил. Воевал он в Донецкой области и был командиром батальона. Как рассказывал папа, однажды в бою ему перебило ноги. И из того боя его вытаскивала Алехина Елена Васильевна, моя прабабушка. Она вытащила его из того боя, и его даже удалось довезти до городской больницы. После этого семья не получала никаких известий и даже похоронки. Недавно моя семья решила разыскать фронтовика. И вот, что нам удалось выяснить. Больница была то ли захвачена, то ли обстрелена. Мой прадедушка умер 23 февраля 1943 года и похоронен в братской могиле, которая расположена на территории городской больницы номер один города Краматорска Донецкой области. У него осталось два сына – Альберт и Эдуард. Эдуард Петрович – это мой дедушка. Горжусь своими прабабушкой, прадедушкой. Эту нашу фронтовую историю мы будем хранить вечно. И она будет передаваться из поколения в поколение. Стать гостем нашей программы в рубрике «Я помню, я горжусь» можете и вы. Если тех, о ком стоит рассказать, уже нет среди нас, то это вправе сделать их дети, внуки и правнуки. Звоните нам по телефону 22 70 38 или 22 72 82 в будние дни. Мультимедийный проект «Россия-10» при поддержке всероссийской гостеля радиокомпании набирает обороты. Он организован русским географическим обществом, которым руководит Сергей Шойгу. Задача проекта – выбрать 10 новых визуальных символов страны посредством общенародного голосования. Собранные материалы будут использованы при создании в Московской области ландшафтного парка «Россия». В каждом регионе отобраны и представлены для голосования свои уникальные географические, архитектурные и исторические объекты. Всего их набралось по стране 695. Это дает нам возможность узнать о том, что происходит за пределами нашего региона, чем знаменитые места, которые в тысячи километрах от нас. Я думаю, что это проект о познании нашей страны. Вероятно, большое количество россиян, если не сказать подавляющее большинство, так и не узнало бы, что такое «Вовнушки» в Ингушетии. А именно этот комплекс оборонно-сторожевых башен, построенный в 16 веке, лидирует, набрав 40 тысяч голосов. В Сибирском округе на первом месте озеро Байкал. За него проголосовали 20 тысяч раз. Сайнашушинская ГЭС в начале этой недели была на пятом месте в Сибири, поднявшись позже на четвертое, набрав за неделю свыше трех тысяч голосов. Предпочтения голосующих настолько разнообразны, что, например, памятник домашним тапочкам в Томске обогнал по популярности Барковский замок в Липецкой области, памятник архитектуры в стиле английской неоготики и обошел Хакасский музей-заповедник Казановка. Голосование в первом туре проводится только в интернете на сайте проекта «Россия-10» по адресу, который вы видите на экране. Вся информация указана в правилах конкурса. На этой неделе начался весенний призыв в армию на срочную военную службу. У новобранцев в армии ждут нововведения. Такие, как новая военная форма – это не только перенос погон с груди обратно на плечи, но и отказ от портянок, главного, как считают многие, неэстетичного атрибута армейской жизни. Их заменят носки – 24 пары на год. Сапоги на сезонную обувь заменят только в 2016 году. Также в военных частях появятся душевые кабинки, куда можно будет свободно ходить по вечерам. Раньше они были самодельными и зачастую без горячей воды. Обязательный для всех банный день, соответственно, отменят за ненадобностью. Но сохранится размер ежемесячного денежного довольствия, выдаваемого солдатом срочной службы – 2000 рублей. Призывная кампания продлится с 1 апреля по 15 июля. О том, что касается призывников из Хакасии и куда они пойдут служить, в Республиканском военкомате планируют рассказать на следующей неделе. В деревне Усть-Сос местных жителей в десятки раз меньше, чем приезжающих туда туристов. Эта деревня – музей под открытым небом. Только этот статус и помогает выжить, и еще надежда на республиканскую программу развития малых сел. Она нашла отзыв в различных ведомствах. Например, антимонопольная служба. Сотрудники управления доказали это не словами, а делом. Они собрали одежду, обувь, книги и отправились в Усть-Сос помогать. Деревня Усть-Сос – это 23 двора и 83 человека. Всех поровну – пенсионеров, работоспособных, молодежи и детей. Населенный пункт не безнадежный. В 2010 году здесь открыли музей под открытым небом Усть-Сос. На фоне развития в Хакасии экотуризма у села появились неплохие перспективы, а местный этнографический музей стал градообразующим предприятием. В музей под открытым небом Усть-Сос приезжают не только гости. Сюда приходят и местные жители. Правда, не только, чтобы приобщиться к истории и культуре Хакасии. Здесь они покупают хлеб и получают медицинскую помощь. Хлеб привозят два раза в неделю. Два лотка с булками, один с выпечкой. На 83 жителя хватает, даже иногда остается. Здесь же в музее по средам принимает врач. Он приезжает из деревни Большой Монок, что в 6 километрах от Усть-Соса. Музей для местных жителей стал фельдшерским пунктом, почтой и сельским клубом. Для полного счастья не хватает только магазина. У кого есть машина, город съездит, но это тоже много расходов. Это бензин дорогой. Поэтому лучше бы нам, конечно, небольшой магазин построил бы. Гости в музее бывают часто, но сегодня делегация не совсем обычная. Коллектив антимонопольной службы решил присоединиться к республиканской программе поддержки малых сел. В деревню Усть-Сос они привезли книги, журналы, одежду и обувь. Вещи решили оставить в музее, чтобы местные жители в удобное для себя время пришли и выбрали, кому что нужно. Жители здесь живут достаточно бедно относительно. Нет даже элементарных вещей для существования, нет даже магазина. Поэтому мы решили именно это село выбрать, оказать помощь. После знакомства с музеем делегация антимонопольной службы прошлась по населенному пункту. Экскурсия по музею оказалась более приятной, чем по деревне. Самая главная местная проблема – дороги. Зимой здесь просто нет, переметает снегом. В межсезонье непролазная грязь. Дом коренной жительницы Татьяны Чистогашевой – местная достопримечательность. Его показывают гостям в надежде на помощь. Деревянное строение неизвестного года постройки напоминает решето. Дыры в крыше, в полу, в стенах. Сейчас даже начнусь, не знаю, как буду. И печка обваливается. Ночью спать, вообще, 8 марта, такое это было, я вообще боялась. Крыша трясет, дом трясет. Дочка сидит. Кажется, мне, говорит, дом шатается. Вообще, я когда-нибудь думаю, на 5 дней упадет все это. Татьяна Владимировна – вдова. Учит двух дочерей-студенток. В деревне работы нет, денег иногда на продукты не хватает, не то, что на ремонт дома. Да и восстанавливать сгнившее жилье – пустая трата средств. Единственный вариант – построить новый дом. На вострой обойдется максимум в 350 тысяч рублей. Уже есть смета. В местном бюджете на эти цели средств нет. Поэтому Татьяна Владимировна может рассчитывать только на благотворительную помощь. В подобной поддержке в большей или меньшей степени в Усосе нуждается каждая семья. Коллектив антимонопольной службы, посмотрев на все это, уехал, но обещал вернуться. Мы думаем, что эта акция не последняя наша. Мы сегодня посмотрели, что действительно есть необходимость эту помощь оказывать. Люди нуждаются, поэтому мы будем делать это какой-то регулярностью обязательно. Несмотря на внешнюю беспросветность и уныние малых сел, жители Усоса в отчаяние не впадают. Им просто некогда. Скоро разгар туристического сезона, а это время заработка. Музей закупают у местного населения сувениры, мясо, молочные продукты и овощи. Нужно кормить и принимать многочисленных гостей. Туристы хотят пожить, допустим, и уходят, так сказать, народ жить. То есть мы взяли весь УАУС, то есть мы его делаем, как это на деревню. Можно у местных жителей подоить корову, почистить в пригоне, например. Такие жилающие у нас в 2012 году были. С России были и 2 или 3 группы было иностранцев. Реально жили, реально чистили, реально доили. То есть реально уходили мы. С развитием такого туристического направления, как эко-деревня, возможно, аварийному дому Татьяны Чистогашевой нашлось бы применение. В нем можно было бы размещать иностранцев, жаждущих русского экстрима. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести Хакасия, События недели. На этой неделе Российская Федерация хоккея с мячом назвала лучших болельщиков в стране. Учитывалась посещаемость домашних матчей команд в среднем за чемпионат. С показателем 5887 зрителей за матч первое место принадлежит поклонникам Кировской родины. Красноярск на втором месте в среднем чуть больше 5000 зрителей на каждой игре. В тройке лидеров Абакан в среднем 4182 болельщика на каждом домашнем матче Саян. На их худший и уже не первый год заполняемость трибун оказалась в спорткомплексе Крылатское, где играет чемпион страны Московская Динамо. На игры команды приходят всего 578 человек. На этой неделе у чиновников истек срок подачи декларации о доходах. Они обязаны были отчитаться о каждой заработанной копейке. Впрочем, позднее сроки продлили до 1 июля. Теперь регламентируется порядок предоставления сведений не только о доходах, но и расходах. Причем не только своих, но еще необходимо написать, что приобрели жены и дети даже несовершеннолетние. Впрочем, многие чиновники отчитались до 1 апреля. 15 числа данные могут быть опубликованы. Однако рядовые жители страны, указанным в декларациях цифрам, не верят. В ЦИОМ не раз приводил данные, что число тех, кто сомневается в чиновничьей отчетности, достигает 70% от числа опрошенных. И сейчас данные еще не обнародованы, а население уже им не доверяет. Я полагаю, что если люди недобросовестно нажили денежные средства, они так или иначе найдут способ недобросовестно клониться от их декларирования и уплаты соответственно налогов по ним. Я думаю, что у них есть возможность, и они всего скорее скрывают часть доходов. Вообще, в принципе, государство перестало доверять. А почему? Не знаю, как-то все у нас стало очень размыто, непонятно. Не в пользу, так сказать, простого населения. Кто-то, наверное, утаивает. Я думаю, что и все. В основном, наверное, все-таки указывают свои доходы. Чиновникам вообще не верю, потому что нет веры им. Нет веры чиновникам-то. Почему? Да потому что... Как они живут, мы знаем об этом сами. То есть без декларации? Конечно. Видно? Разве нет? Впереди еще парламентский дневник. Он завершит нашу программу. А мне остается сказать всего вам доброго и до встречи. К борьбе с произволом в ЖКХ подключат и муниципальные власти. Причем ответственность чиновники разделят вместе с управляющими компаниями. Депутаты Верховного Совета Хакасии обсудили поправки в жилищный кодекс. О необходимости принять их парламентарии заговорили с начала этого года, после обострения ситуации в коммунальной сфере. Тогда муниципалитеты не смогли решить проблему самостоятельно, хотя такое право имели. За нарушение привлекать к административной ответственности и штрафовать управляющих компаний. Кварплаты необоснованно поднимали, люди жаловались, но ни одного штрафа коммунальщики так и не выписали. Впрочем, есть и другая сторона. Местные власти ограничены законом. Могут проверять только муниципальные дома. Это всего лишь 10% от жилищного фонда. Остальные 90% в полном распоряжении управляющих компаний. Муниципальным образованием отводится роль пожарных команд. Если есть обращение, тогда пойдут проверят, наведут порядок. Нет обращения, все варится в собственную соку, и когда люди уже вышли, как говорится, на площадь, тогда начинается работа в соответствии с нашим законодательством. Депутаты предлагают не ограничивать надзор лишь муниципальным жилищным фондом. Поправки отчасти решат проблему. Мы не можем говорить о каких-то претензиях к органам местного самоуправления, если у них нет реальных рычагов воздействия на соответствующий жилой фонд. Муниципалам развяжут руки. Они смогут проверять и наказывать коммунальщиков рублем. Но ответственность за порядок в сфере ЖКХ разделят и сами чиновники. Не будет контроля, штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Несмотря на жесткость условий, муниципальные власти идею поддержали. Мы об этом давно просили. Мы хотим, чтобы нас уважали как минимум, как максимум, возможно, боялись. Те нерадивые управляющие компании, которые на территории наших городов, поселений пытаются управлять жилищным фондом. Мы хотим, чтобы с нами считались. В Хакасии создадут органы муниципального жилищного надзора. По сути, они возьмут на себя функции жилинспекции. Сегодня решают, как новая структура будет взаимодействовать с республиканским надзором. От такое сотрудничество крайне необходимо. Жилищная инспекция республики Хакасии никогда не решает все ционные комплексы противоречий, которые расположены на территории каждого муниципального образования и десятки тысяч домов. Там миллион вопросов. В целом поправки и законодательные инициативы уже поддержала фракция «Единая Россия» Верховного Совета Хакасии и депутат Госдумы Виктор Соболев. Он посетил республику с рабочим визитом. В комитете лежит около 120 инициатив по изменению действующего законодательства. Из них 90% касающиеся именно внесения изменений в жилищный кодекс. То есть, с нашей точки зрения, он уже морально начинает устаревать. Закон Хакасии о бесплатной юридической помощи признали лучшим по Сибири. Высокую оценку документы его разработчики получили на заседании Координационного совета при Главном управлении Министерства юстиции России по Новосибирской области. Парламент республики представила Светлана Могилина. Напомним, федеральный закон гарантирует отдельным категориям населения бесплатную юридическую помощь. Регионы были в праве расширить список тех, кто может воспользоваться услугами юриста. И депутаты этим правом воспользовались, они добавили в него многодетных родителей, инвалидов третьей группы, представителей коренного населения. Особо отметилось то, что мы своим законом защитили граждан, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций и аварий техногенного характера. На этом у нас все. За новостями республиканского парламента также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который сейчас вы видите на экране. Выпуски программы «Парламентский дниник» вы можете посмотреть на сайте Верховного Совета Хакасии. Такой была неделя в Республике. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова